Братья и сестры, мы прочитаем текст Священного Писания из книги Псалмов. Псалом 31, первые пять стихов. Псалом 31, первые пять стихов. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от седневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Это Псалом Давида, написано здесь учение. Чему мы можем здесь, друзья, с вами научиться, или что мы можем отсюда для себя взять, получить, и, может быть, даже взять как пример для того, чтобы поступать так же, или в чем-то не поступать, так как было здесь сделано этим человеком. Братья и сестры, в Писании слово «блажен» или «блаженный» или «блаженство» встречается довольно-таки много, как в Ветхом Завете, так и в Новом. И понятно, друзья, когда мы читаем Первый Псалом «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, или там не стоит на пути грешных», то мы представляем себе прекрасного человека. Перед нашим взором он такой исполненный благодати христианин, который не ходит на всякие ненужные дела, который живет свято, который хранит себя. Ну и понятно, что тогда у нас возникает такое приятное чувство, что да, действительно, этот человек блаженный. Потому что он не бывает в среде, где вершится грех, где творятся беззакония, его просто там нету, поэтому он и не участвует в этих делах, поэтому он там и не поступает, так поступают другие люди. И поэтому, ну, действительно, хороший человек, слава Богу, блаженный человек. Или когда мы читаем Нагорную проповедь, которую мы недавно проходили в нашей церкви на разборах, друзья, мы, конечно, восторгаемся, блаженны милостивые, блаженны миротворцы, блаженны страждущие, или блаженны, когда будут гнать вас за имя мое. Ну да, действительно, блаженны эти люди, которые в таком состоянии находятся. Но вот здесь, друзья, вот здесь, здесь говорится о блаженстве человека, который прошлое свое вспоминает. И он говорит, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. То есть здесь речь идет о человеке, который вот буквально недавно погряз в грехах, или который, можно сказать, жил в грехе, который находился в греховном состоянии буквально до последнего времени. Буквально вот недавно он еще мучился от своего греха. Буквально вот совсем рядом было то время, когда он в своем грехе пребывал и никак не мог от него избавиться. Он просто жил в этом грехе? Ну, большинство склоняются, ну и все так в основном понимаем, что псалом этот Давида, он связан с тем событием, когда были события с Версавией и Урией. Ну, то есть у него было состояние такое, когда он глубоко упал. Да, мы понимаем, что Давид – это человек, который имел отношение с Богом. И если бы мы сказали бы, ну, просто бы сами бы, ну, так, может, фразу такую выразили бы, блажен человек, который имеет упование на Бога и силу, как Давид, который победил Голиафа. Ну, тогда, конечно, тогда, конечно, блажен. Тогда действительно приятное такое чувство, ассоциация такая приятная, что это, ну, действительно, хорошее время в жизни Давида. Но не сейчас, не сейчас. Сейчас в жизни Давида полоса совсем другая. И она не два дня не длилась, и не неделю, она длилась долгое время, это состояние. Человек впал в грех и находился в нем, и жил в нем, и не раскаивался. Но теперь, уже когда все-таки раскаяние произошло, теперь он, смотря назад и анализируя все, он все-таки имеет такое дерзновение и такую какую-то смелость, такую внутреннюю, кажется, ну, немножко он так, ну, дерзновенно говорит, или, как бы сказать, смело заявляет. Он говорит, блажен муж, блажен человек, которому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Он говорит, что все-таки, когда Бог прощает, когда Бог снимает грех, ну, так скажем, с плеч внутреннего человека, то, ну, даже и с внешнего тоже, друзья, то, он говорит, это великое блаженство. Оказывается, разница настолько колоссальная между тем, когда он находился в грехе или жил с этим грехом, и между тем, когда он освободился от него, он говорит, это теперь великое блаженство. Тогда, когда был я в грехе, то плоть моя вся уже истоналась, я уже весь измучился, а теперь, а теперь совсем другое состояние, состояние великого блаженства. Дорогие все собравшиеся, все мы сегодня находимся в состоянии блаженства того, что грехи наши все покрыты, и все беззакония наши забыты у Бога, потому что Он их снял. Действительно ли мы сегодня имеем это блаженство? Если нет, то, скорее всего, происходит другое. Здесь есть, друзья, такая деталь. Он говорит, блажен человек, которому Господь не вменит греха, ну, то есть, уже греха не вспоминает, уже не напоминает ему о грехе, потому что человек открыл свои беззакония, он уже омылся в крови Христовой. Но здесь есть такая деталь, «В чем духе нет лукавства». Лукавство. Но, друзья, лукавство – это состояние, когда человек, ну, я не знаю, формулировки, может, такую не скажу, но когда человек как-то скрывает или пытается завуалировать свое состояние, или как-то его прикрыть другими обстоятельствами, или как-то по-другому объяснить свое состояние. Но попроще сказать, если, друзья, когда человек находит в себе много оправданий в том, что у него есть неправильное. Вот я так думаю, друзья, вот когда блудный сын уходил из дома, у него были внутри оправдания своему действию. Внешне он понимал, что, наверное, не совсем правильно. Где-то ему совесть подсказывал. Он прожил всю свою жизнь до сознательного возраста в доме отца, и кормился дома отца, и жил в доме отца, и теперь уходит так демонстративно. Но, я думаю, невозможно, чтобы он в этот момент не понимал, что не так, не совсем так. Но, друзья, сколько, я думаю, было у него внутри мыслей, которые буквально заглушали какой-то маленький голос неправильного поведения. Просто было столько внутри оправданий своему действию. Он просто себе сам доказывал и говорил, да это, как можно жить дальше так в доме отца? Да все живут совсем по-другому. Мои друзья живут совсем по-другому. Жизнь вокруг совсем по-другому уже строится. Уже так нельзя жить дальше, как я раньше жил в доме отца. Надо жить совсем по-другому. И я думаю, там было столько оправданий внутри, столько доказательств самому себе. Они были лукавые, они были лицемерные. Но в тот момент они казались такими правдивыми, и такими правильными, и такими разумными. Я где-то в одной книге даже вычитал такую мысль. Чем больше мы позволяем себе испытывать гнев, тем более оправданным он кажется. То есть мы гневаемся, это мы недовольны, мы, может быть, чем-то оправдываемся, мы доказываем себе, и чем больше мы сами себе это внушаем, мы тем больше думаем, ну правильно я думаю, правильно я размышляю, но все правильно так. А где-то там внутри все-таки подсказывает неправильно. Неправильно. Но тот голос уже настолько притих, настолько он уже не имеет силы, что вот эта буря всевозможных доказательств самому себе внутри, она уже, кажется, превозмогает все. И поэтому Давид здесь говорит, блажен человек, которому Господь не вменит греха, в чем духе нет лукавства. То есть, который человек не оправдывает свои действия, который не пытается завуалировать свою жизнь неправедную, неугодную Богу, нечистую, греховную, и готов открыть свое сердце, готов раскрыть и открыть его искренне, как есть на самом деле. Но, друзья, к этому бывает человек и не всегда готов. А еще, а еще бывает по-другому, как здесь у Давида. Он говорит дальше. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стинания моего». Одна сторона – я молчу, а другая сторона – уже изнемогаю. И вопрос возникает, ну а что молчишь-то? Ну ты уже изнемог, уже кости обветшали, ты уже весь погряз. А что молчишь? Как-то на одном собрании, здесь, по-моему, или где-то, или я в лагере сейчас в детском тоже, когда был один брат сказал, говорит, у нас очень часто нет сил. Нет сил попросить прощения у Бога, нет сил попросить прощения у ближнего, нет сил простить человеку, нет сил забыть что-то. Нет сил. А где? Где они есть-то? Где их взять? И вот здесь он говорит, я молчал, и поэтому нету ни сил, ни возможностей ничего сделать. Оказывается, надо говорить, надо говорить. А мы, друзья, тоже очень часто молчим, и бывает очень долго молчим. Молчим, никак не можем сказать, то, что там наболело, то, что там уже внутри буквально, ну, приходит в изнеможение, друзья, приводит нас в изнеможение, можно сказать, друзья, но мы продолжаем молчать. Знаете, друзья, почему мы еще, бывает, молчим? Есть такая мысль, еще одней Адама, о которых сегодня вспоминал вот второй брат Каин и Авель, вот с тех времен, как человек согрешил и отошел от Бога, ну, послушался дьявола, у человека внутри живет недоверие Богу. Или, точнее сказать, неверие в благость Божию. Неверие в благость Божию. То есть человек, ну, помните, да, когда Лукавый подошел, змей подошел, он Адаму с Евой сказал, нет, вы не умрете, Бог от вас сокрыл самое лучшее, вы будете как боги. И когда они поверили этому, то в этот момент проявилось недоверие Богу. Братья и сестры, и в нашем плотской натуре это состояние живет и по сей день. Мы не можем довериться Богу. Буквально вот разговаривая с людьми, вот недавно буквально разговаривал с человеком, вот в каком-то вопросе, ну, трудном, допустим, да, сложном, жизненном, сказать, да будет воля твоя, человеку бывает сложно. Почему? А где-то внутри представление такое, что если я сейчас скажу, да будет воля твоя, то будет все сложно и трудно. Вот какое-то извращенное мышление, которое от Лукавого пришло к нам, когда-то, друзья, оно просто вывернуто наизнанку, но оно где-то существует в нас. Если я попрошу Бога, я скажу, Господи, да будет воля твоя, или если я сейчас приду к Богу, покаюсь перед Ним, открою свои грехи, раскрою всю душу наизнанку, то потом будет ли хорошо? И у человека такое представление, что как будто будет не очень хорошо. Может быть, это представление где-то строится на фоне того, что Господь когда-то сказал в саду Гессиманском, да будет воля твоя, и пошел на страдания. И у нас, может быть, тоже иногда такое чувство, что если мы сейчас скажем, да будет воля твоя, то обязательно пойдет полоса страданий или трудностей. Друзья, и вот здесь Давид тоже молчал. И мы порой молчим. Мы вроде бы хотим подойти к Богу, мы понимаем, что мы от Него зависим, мы хотим Ему открыться, но где-то внутри, вот не дает где-то какое-то чувство, что, а будет ли потом лучше? А будет ли хорошо, если я покаюсь, если я открою Ему грех свой, если я раскаюсь в своих грехах, если я даже, будучи верующим, открою всю свою внутренность, что у меня на душе плохо, будет ли потом лучше? Но Давид здесь говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие мое». И поэтому Он вначале говорит «Блажен человек, который это смог сделать, который воззвал к Богу, нашел силы у Бога и воззвал к Нему». Здесь есть, друзья, еще одно выражение «Ибо день и ночь тяготела на мною рука твоя». Вот как его расценить, друзья, это выражение? Хорошо это или плохо? Ну, как это воспринять для нас? «Но тяготела рука твоя», то есть, как бы не давала покоя, как бы не давала успокоения, то есть, постоянно Господь как-то рукой своей накладывал на Него, вот руку свою, и как бы напоминал, и как бы терзал душу, и как бы, как будто бы покоя нету. Вот хорошо это или зачем, Господь? Друзья, ну, я слышу, там говорят «да», «да», «это самое лучшее, что может быть для нас». «Да», в тот момент, когда она лежит на мне и тяготит, не очень хорошо, не очень хорошо. В этот момент тяжковато. Хочется так вот ее сбросить эту руку и сказать «ну, немножко спокойствия бы мне, немножко бы мне успокоиться». И так делают люди часто, пытаются как-то вот отрешиться от всего, или на собрание не ходить, или невнимательно слушать, или быть отвлеченным, или как бы не принимать к себе, или думать, что это не для меня, или что-нибудь подобное. То есть, человек как-то пытается отмежеваться от Бога, а Господь свою руку ложит и говорит «да, я тебя веду к лучшему». Но в тот момент часто человек не думает об этом. Он думает о чем-то другом. Но здесь, друзья, Давид, он же как бы это Псалом-то пишет со стороны уже прошедшего пути. То есть, когда он уже прошел этот путь, когда он уже миновал, и теперь он как бы анализирует все, тогда уже более трезвый взгляд, более здравые размышления, более здравые выводы. Когда мы находимся в этой полосе какого-то трудности или переживаний, то у нас очень часто бывают совершенно неразумные слова, неразумные действия. Мы можем сказать что-то нелепое, совершенно неразумное о Боге даже, или что-то еще. Друзья, но здесь, когда уже все прошло, когда уже вывод есть какой-то, когда он уже находится в состоянии хорошем, он делает для себя вывод, и вот теперь он этот вывод приводит и говорит, это было так. Да, Господь свою руку ложил на меня, но это привело меня к блаженству. Блаженство, когда я открыл Господу сердце свое, грех мой открыл, и не скрыл беззаконие своего, и получил освобождение, и получил действительно блаженное состояние. Поэтому, братья и сестры, сегодня, когда мы тоже размышляем о своей жизни, и я думаю, что тогда, когда был блудный сын, потом, когда он хотел возвращаться, когда тоже уже произошла некоторая переоценка, сколько тоже было внутри вот этого состояния, рука Божья над ним тяготела, а он никак не мог вырваться, и вот сделать шаг как это сложно, как это трудно, но как хорошо потом. Поэтому, друзья, сегодня мы размышляем здесь о своей жизни, о нашем состоянии, о том, каковы мы сегодня пред Богом. И у каждого есть внутри что-то свое. У кого-то, может быть, действительно и грех, у кого-то греховная жизнь, а может, у кого-то из верующих есть свой грех, запинающий, который тяготит, мучает. И вот псалмопевец, он после долгих мучений, но кажется, да, вот Нафан пришел, помог ему, мы помним эту историю, да, пришел, рассказал там эту притчу про овечку, и как бы наступил прорыв в его жизни, в жизни Давида. Может быть, если бы Нафан не пришел, может быть, еще бы дольше была бы вся эта тягость в его жизни. Но, может быть, сегодня тоже тот день, когда Нафан тебе говорит, ну, Господь говорит, что хватит уже, может быть, может быть, хватит тяготиться, может быть, хватит находиться в этом состоянии, когда ты уже весь изнемог, когда вся душа твоя уже изнемогла, когда уже от седневного стинания кости уже все высохли, можно сказать, когда ты весь уже измучился. И вот Давид говорит, есть прекрасный выход, это открыть, как он здесь пишет в пятом стихе, «Но я сказал, открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Друзья, слава Богу, что Бог снимает. Бог снимает. Когда мы открываем, когда мы приходим к Нему, Бог снимает вину греха нашего. Поэтому, друзья, мы сегодня в наших домах молитвы и в нашем доме молитвы постоянно проповедуем о том, что есть Тот, Который снимает грехи, Который снимает беззаконие, Который дает внутреннюю свободу, Который умер для этого и воскрес, Который имеет для этого право и возможность. И что человек всякий, Который продолжает жить в грехах, имеет право и возможность прийти к Нему, попросить милости у Бога, покаяться и найти вот это блаженство. Потом, может быть, мы будем блаженным мужем, Который будет не ходить на совет нечестивых. Потом мы, может, будем блаженным народом, у которого Господь есть Бог. Ну, а сегодня блаженство нужно для того, чтобы получить свободу и мир в сердце. Если кто желает, друзья, еще покаяться, то можно пройти. Вот сестра хотела помолиться. Помолимся вместе с ней. Кто желает, то тоже можно пройти, помолиться Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok